Александра Кравцова, уроженка Подмосковья. Каждый год она приезжает на юг, чтобы отдохнуть и впечатлиться сочинскими красотами. Все это отражено в полотнах, представленных на персональной выставке. Гости рассматривали картины и как будто объясняли сами себе, для чего приходят на выставки. Заглянуть в тайный мир Сочи, если зайти в лес или выйти на берег моря, и увидеть какие-то необыкновенные детали, цвет, краски, формы, линии. Это то, что может передать действительно талантливый и необыкновенный человек. Три года назад Александра перебралась жить на побережье. Здесь познакомилась с Олегом Корчагиным и другими художниками Сочи. После многолетнего затишья критики отмечают именно сейчас всплеск и активность мастеров кисти. И вот сейчас опять какое-то движение началось, и это очень здорово. И мне очень симпатичны эти работы. Мне нравится, что у нас все новые и новые ребята включаются в этот очень непростой, очень рискованный творческий процесс, потому что, казалось бы, все уже рассказано, расписано, что тут такого еще, откроешь, что скажешь. А вот открывают свежий взгляд, искреннее, очень эмоциональное какое-то отношение к нашей южной природе. Сегодня во время торжественного открытия выставки критики увидели и другое – скромную палитру и некоторую неуверенность Александры Кравцовой. Сама же художница говорит, для нее важна любая оценка. Наверное, самое важное для меня – это то, что я вижу себя как-то немножко со стороны. Ну, как-то я могу понять, да, куда я движусь, что еще где-то нужно подтянуть. Ну, и, конечно, отклик для меня важен. Кто приходит, отзывы, ну, не только положительные. Мне важна критика, потому что это дает мне какую-то возможность роста. Александра отмечает – в Сочи своя особая атмосфера, настроение. Даже здесь, на выставке, она почувствовала себя как на собственном дне рождения. Были и пожелания не только писать, заниматься переосмыслением творчества, но и уверенно вступать в Союз художников России и радовать сочинцев новыми экспозициями. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».